Древний Египет Птахотеп Птахотеп жил примерно около 2004 года до н.э. и имел очень влиятельное положение при дворе фараона. Он был начальником писцов, переписчиком священных книг, написал великое произведение, которое имеет название «Поучение Птахотепа и сохранилось до нашего времени». В своих поучениях Птахотеп дает мудрые наставления последующим потомкам. Одно из таких наставлений, номер 6, мы с вами рассмотрим. Не строй планов, будучи человеком, потому что Бог карает за это подобным образом. Человек говорит. Я буду жить этим, и вот, лишен он хлеба из-за высказывания своего. Человек говорит. Я буду богат и могуществен. И после этого, говорит он. Нажил я против себя то, что задумано мной. Человек говорит. Я ограблю другого. И вот достигает он того, что отдает все свое добро незнакомцу. Никогда планы людей не осуществлялись, приказываемые Богом. Вот что осуществляется. Желая жить в мире, приходит само то, что дают боги. Очень интересный взгляд у древних египтян на этот вопрос. И я здесь выделил красным два выражения, которые очень хорошо показывают их отношение к планированию на будущее. Здесь есть предупреждение не строить планов, будучи человеком. И дальше, как вывод, аксиома такая. Никогда планы людей не осуществлялись. Приказываемые Богом, вот что осуществляется. Давайте посмотрим более подробнее. Я подготовил такую схему, которая отображает смысл поучения Птехотепа о планировании. Сиреневый квадрат с надписью «Настоящее» характеризует человека, который находится в режиме настоящего времени. И вот этот человек вдруг решает планировать свое будущее, строить планы на будущее. То есть начинает думать, как достичь каких-то своих целей в будущем, чего достичь, кем стать, что приобрести, куда переехать жить и так далее. Это указывает на это фиолетовая стрелочка с надписью «Планы на будущее». Здесь мы видим, что как бы человек ни планировал, а он напланировал, это такой вот зеленый овалик, будущее, это запланированного человеком не осуществится. Как бы человек ни планировал, что бы он ни хотел, что бы он ни добивался, его будет ждать неизбежное будущее, которое уготовил ему Бог. Он не избежит этого будущего. Даже более того, за то, что человек планирует, Бог накажет такого человека. На него придет в жизни ему кара за его планирование. Интересный взгляд был у древних египтян. И, судя по всему, они очень сильно верили в то, что каждому человеку Бог определяет его судьбу. И они считали, что эту судьбу человек должен принимать с благодарностью и не желать себе чего-то другого. Вот то, что в жизни у тебя происходит, то, что в жизни ты получаешь и то, что ты теряешь, это есть судьба от Бога тебе. Это тебе Бог дает. И ты должен это принимать с радостью. Но если ты начинаешь что-то желать иного, большего, или же не хочешь иметь то, что тебе Бог дает, и начинаешь планировать, то за это придет тебе кара.